Как поддерживать себя в этих условиях? Давайте поговорим с Львом Суратом, ректором Московского института психоанализа. Лев Игоревич, здравствуйте, спасибо, что вы к нам присоединились. Третья неделя, это ведь такая самая сложная неделя, людям начинает уже сложно находиться в четырёх стенах. Мы вчера проводили опрос, половина примерно наших зрителей говорят, что их уже тяготит самоизоляция. Что в этой ситуации вы посоветуете делать? Потому что выходить на улицу сейчас нельзя, это очень опасно. Как сознательный гражданин, как раз нахожусь в изоляции, поэтому, к сожалению, не могу даже выйти на экран. Начал бы я с того, что карантин и самоизоляция её надо оценивать не как такую трагедию, а как возможность побыть вместе с близкими, понять ценности отношений, поддержки, дружбы. Ну, в какой-то момент, наверное, всем нам стоит понять, что всё, работа, дела, бизнес, всё это может подождать. Вот с этим миром ничего не случится, если взять небольшую паузу и потратить это время на себя, на близких, на то, что действительно важно. И этого в какие-то моменты жизни мы этого не замечаем. К тому же, мне кажется, проблема коронавируса, как-то, что мы должны её встретить, не теряя присутствие духа. Были такие примеры в истории, в том числе и в российской истории. Там, скажем, если взять великого Пушкина Александра Сергеевича, то вспомним «Болдинскую осень», когда тоже он находился в карантине. И за те вот три месяца он создал немало таких великих произведений. То есть я имею в виду, что можно потратить это время с такой пользой. Если говорить о нации, о стране, то есть перед лицом трудностей, мы всегда сплачены, все становятся сильнее, твёрже. Мы много раз переживали тяжелые времена, и всегда, в отличие от многих, выходили из этих вот трудностей победителями. Трудности, они закаляют, и мы становимся сильнее, умнее и развиваемся дальше. То есть эту вынужденную меру очень важно, не можно рассматривать и как окно возможностей для многих людей. Хотя в связи с продлением карантинных мест возможна некоторая трансформация нормативного, нормального графика протекания процессов адаптации в условиях изоляции. Да, действительно, сейчас наступила уже третья неделя, и можно сказать про первую реакцию, которая в период до трёх дней, когда такие события происходят. Это появляется стресс, шок, аффект, тревога. А сейчас уже такой период астенитизации происходит. То есть проявляется отрицание проблемы, приводящего человека к изоляции. Редидность, неадекватный ацент реальность. Необходимо, конечно, всячески подчёркивать важность и самоизоляцию. И это эмоциональное напряжение периода в скором времени может приняться даже эмоциональным астасием. Сегодня мэр Москвы Сергей Заганин его анонсировал в столице. Давайте сначала послушаем, потом обсудим. Пропускной режим передвижения по городу – это неизбежное дополнительное ограничение и неудобство. Но когда речь идёт о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. на первом этапе введём его для поездок на работу, на втором этапе для поездок на других целях и на третьем этапе, если понадобится, передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений. Дорогие москвичи, в ближайшие дни и недели нас ожидают тяжёлые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так сможем справиться с этой напастью и сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза заражения отступит, Москва сразу начнёт возвращение к нормальному ритму жизни. Лев Игоревич, ну вот как вам кажется, пропускной режим поможет сдержать тех людей, которые сейчас, вот только солнышко выглянуло, стало потеплее, вдруг зачем-то пошли гулять, и фотографиями просто наводнился интернетом, инстаграм, да? Пошли встречаться друг с другом. Пропускной режим остановит? Моё мнение, что на данный момент создана чёткая система наказаний, совершенно правильная позиция за нарушение. Но при этом при всём не стоит концентрироваться на негативном подкреплении. А стоит помнить, что это вынужденная, очень важная мера помощи тем, кто находится на передовой. Это есть такие группы, которые банально бравируют. Они должны понять, что они подвергают риску и близких, и не только себя. А самое главное, те люди, которые не могут сейчас находиться в изоляции, не могут прекратить работать. Врачи, инженеры, профессионалы, которые всем нам помогают. Самое главное, что вот эти люди, они подвергают их опасности. И это, конечно, ситуация риска. Да, спасибо вам большое, что были с нами на связи.